МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Все от предметов личной гигиены, продуктов, до постельного белья и одежды. Как для взрослых, так и для детей. Пункты сбора гуманитарной помощи оперативно развернуты на основных базах комплексного центра социального обслуживания населения курортного района в Сестрорецке, Зеленогорске и поселке Песочный. Сотрудники центра и волонтеры здесь сортируют принятый груз, проверяют сроки годности, прежде всего, на продуктах питания и длительного хранения. Затем формируют коробки по категориям для дальнейшей отправки. Сахар, масло, растительное, цикорий, мясная консерва, 3 плюс 1. О, консервы нужны. Детские консервы. Детские не надо, мясные, сгущенку забираем. Из зоны обстрелов эвакуировали более 120 тысяч человек. Жители приграничных населенных пунктов Курской области, которые были временно отселены, разместились в 143 пунктах временного размещения в 11 регионах России. Более 1 тысячи жителей Курской области ищут родных и близких, с которыми потеряли связь во время эвакуации. Большая часть людей была вынуждена оставить свои домохозяйства. У жителей при оперативном отъезде иногда с собой нет даже вещей, которые нам кажутся элементарными. Людям приходится покидать свои дома в экстренных условиях, взяв с собой детей, легкие вещи, паспорта. И сейчас им требуется помощь. Помощь от государства, помощь от жителей нашей страны. И жители нашего курортного района не остались равнодушными. Также к сбору помощи активно подключились предприниматели курортного района, все сотрудники государственных, подведомственных учреждений, кто чем может. И сегодня мы весь этот груз, а собрано уже больше тонны груза, отправляем в центр по приему гуманитарной помощи, который находится в городе Ломоносове. Список всего необходимого эвакуированным жителям Курской и Липецкой областей достаточно обширен. Принимаются продукты питания длительного срока хранения, одежда повседневная для детей и взрослых только новая, также электроплитки, электрочайники, электрообогреватели, наборы пластиковые посуды. Особая потребность есть в детских средствах, личной гигиены и вещах для маленьких и подростков. Уточнить полный список необходимой помощи и получить другую информацию можно по телефону 437-10-19. Принимают гуманитарную помощь от жителей курортного района с 9 утра до 5 часов вечера, по будним дням. Хочется выразить отдельные слова признательности отдельным руководителям организаций, которые звонят и предлагают помощь в виде рабочей мужской силы для погрузоразгрузочных работ, предоставляют свой транспорт для отправки этого гуманитарного груза. Спасибо огромное всем за такое советское и помощь.